Благодарю вас. Вот замечательно. У меня так будет всё. Я тихонечко тоже седаю. Да. А? Лимончик? Да ничего, так я... Не надо, не надо. Я после первой не закушал. Да, значит... Семидесятилетия ли я недалеча. Был 76-й год. Очень смешно. Я сказал... Было семидесятилетия Леонида Личанова. Кого-то пошёл снимать. Я думаю, здесь кто-то остался, что ли? Да. Семидесятилетия. Я понял. Ну, короче говоря, мне позвонили из Министерства культуры. Сказали, что я включён в список участников концерта. И я должен прийти в Министерство культуры для того, чтобы отобрали миниатюру, с которой я должен на дне рождения Брежнева выступать. Ох ты, Господи, Боже мой! В пустом зале коллеги Министерства культуры сидело два человека. Министр культуры Пётр Нилович Демичев такой был. И второй человек, который заведовал культурой в ЦК КПСС. Значит, вот примерно вот такой зал. Вот они так сели кожаные на диванчику, они так сели на диванчике и говорят, встаньте там и читайте. Ну, я, значит, начинаю читать. Ну, о том, что там кто-то смеётся или кто-то... Нет, у них в каком-то другом направлении работает мысль. И я читаю, они слушают. Просто ни один мускул на лице не дрогает. Что такое, что у них юмора нет или что-то. Продолжался так минут сорок. Просто чистая голгофа. Я думаю, да чёрт с ним. Всё закончилось. Через сорок минут я говорю, слушайте, я говорю, Вы меня не можете оттуда вычеркнуть? И вдруг Демичев говорит, так как-то он вздохнул, вдруг по-человечески говорит, Господи, мы бы тебя с удовольствием оттуда вычеркнули. Но не мы тебя туда вписали. А-а-а, я понял, что меня оттуда назначили. Уже. Я начал банковать. И я говорю, ну это да. Ну я могу ещё кое-что предложить. Они говорят, мы подумаем. И вы подумаете. Я прихожу домой, думаю, что же мне делать? Охота? Копасть-то. Ну что, тогда же после этого могли ставку концертную прибавить на 50 копеек. Это в результате, так сказать, в длинную давало большие деньги. Ну конечно, в длинную давало большие деньги. Я звоню, значит, своему другу, Леону Исмайлову. Я говорю, Лёнь, значит, вот такое дело. Значит, я приглашён к Брежневу на день рождения, но мне не с чем идти. Он говорит, ты чего, хочешь, чтобы тебе подарок купил? Я говорю, ну не подарок. Я говорю, ну мне надо с чем-то выступать, а у меня выступать не с чем. Потому что всё, что я им там предлагал, им всё это не нравится. Он говорит, ладно, я подумаю, что я подумаю. Проходит несколько дней. Он звонит и говорит, всё, я подъеду, по-моему, я придумал, что надо делать. Значит, он привозит миниатюру учащегося кулинарного техникума, который, значит, как следует поел арбуза. И сразу после этого пошёл провожать девушку. Такая вот завязка была, прямо скажем, нехитрая. Вот он с этой девушкой идёт по улице, и он начинает мучить естественные человеческие желания. Он смотрит по улице, ищет маленький домик. Домика нигде нет. Девушка видит, что с ним что-то происходит. Спрашивает, ты что, меня провожать не можешь? Он говорит, нет, провожать могу, медленно идти не могу. Она говорит, давай на автобусе поедем. Он говорит, да нет, там народу много, на меня надавить могут. Вот, в общем, потом там была такая, значит, кусочек там был такой, что в отчаянии он подскакивает к милиционеру. И он спросил, товарищ милиционер, вот у вас было когда-нибудь в жизни такое, что вы идёте с девушкой, и вам очень хочется. А нельзя, потому что негде. Ну и милиционер долго думал, а потом говорил, ну это давно было, я тогда рядовым был. Короче говоря, трагическая история заканчивалась, значит, таким образом, что они, значит, доходили до подъезда этой девушки. Девушка предлагала подняться к ней в квартиру. Значит, герой мой с радостью принял приглашение, заходит, там очень гостеприимная мама. Говорит, хорошо, что вы пришли, садитесь, давайте будем чай пить. Мой герой начинал кричать, что я вам сделал. Она говорит, не хотите чай пить, давайте арбуз кушать. Значит, на этом месте был финал. Я, значит, показал это своему, ещё одному такому старому моему другу, и человеку, с которым я 30 лет вместе по эстраке шагаю, Аркадий Хайт. Он посмотрел и говорит, ты понимаешь, тут чего-то немножко не хватает. Знаешь, говорит, что надо сделать? Он говорит, надо так, надо финал доделать. Что значит, в тот момент, когда она предложила есть арбуз, в этот момент где-то крикнули «пожар». Я говорю, и? Он говорит, и в конце монолога ты должен сказать, ну, когда пожарные приехали, тушить было нечего. Вот так, говорит, я получил медаль за тушение пожара. Я говорю, и? Он говорит, и финал. В нашей стране герой может стать каждый. Для этого надо только очень сильно захотеть. Я думаю, не, это нехорошо, потому что ему очередную звезду дают. Как-то это могут неправильно понять. И я эту коду, эту историю я выбрасываю. Значит, я показываю этим опять двум упырям эту историю. И, ну, непонятно, отберут ее, не отберут ее. Теперь, значит, накануне, день рождения был 19 декабря, а 18 декабря нас вызвали в Кремль для того, чтобы показать, где мы будем сидеть. Огромный георгиевский зал, все уже вот так вот, столы, вот так, почти как здесь, в три ряда были поставлены столы через весь зал. Вот здесь должен был сидеть президиум. Ну, официанты уже натирали тарелки, тарелки гербовые, все, значит, просмотрели все эти стаканы, нет ли официально столкали, где не завалялся ли. Нас заводят, я помню, значит, всех участников концерта вводят в зал, и заместитель министра культуры Союза начинает там показывать. Вот ваш стол, значит, вот есть этот зал, там была такая еще в зале ниша есть, вот в нише стоял стол. Вот, говорит, вы здесь будете сидеть, вот ваше место вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вдруг в этот момент входит зал правительственная комиссия по организации, ну, 70-летие. И такой был секретарь ЦК по фамилии Кириленко, Андрей Павлович Кириленко, значит, про которого когда-то на Питсунде мне сказали охранники, «Ну и вон нахрен, надоел он нам, он ездит Мацесту принимать и не возвращается на дачу, пока закат не посмотрит». Вот, значит, Андрей Павлович Кириленко входит со своей свиты и подходит к нам, и каждого представляют, значит, Зыкину, Магомаева, все, и дело доходит до меня. Он так смотрит на меня и говорит, «Ну, а ты чего читать будешь?» А вот стоит так я, так стоит Кириленко, а сзади стоит заместитель министра. И я так сквозь Кириленко на этого замминистра смотрю, чтобы он мне показал, что я буду читать. А он начинает потолок рассматривать, как все выкрашено хорошо, как все готово. И я совершенно обнаглев, говорю, «Мы еще не решили». И он мне вдруг говорит, «Слушай, ты читать чего хочешь, только погромче». Так выяснилось, мне не такая глупая была мысль. На следующий день, да, мне сказали, вот будешь читать про арбуз. На следующий день, 19 декабря 1976 года, значит, надо было явиться на этот прием. Поскольку переодеваться было негде, я, значит, дома надел концертный костюм. Ну, жил я, может быть, там, пять минут езды от, значит, от Кремля с улицы Димитрова. И я на себя все надел, думаю, где я там буду переодеваться. Слякоть жуткая, ни одной машины не останавливается. Все перекрыто, и только муниципальный транспорт. Я уже опаздываю, понимаю, что выхода нет, и я впрыгиваю в троллейбус. Впрыгиваю в троллейбус, и, значит, так, мелочь, бросаю за билет. Но каждый, кто проходит мимо, он же шлепает так. И все это летит на брюки. Я понимаю, что я же не могу в таком виде явиться на день рождения. Да, в связи с этим они шлепают, а я вот так вот делаю, значит. Вот, клянусь, здесь дамы, к сожалению, дети даже. Но из песни слова не выкинешь. Пьяный стоит, смотрит на меня и говорит, Хер ты, как козел, здесь прыгаешь, ловши. В таком радостном настроении я, значит, влетаю в этот дворец. Внизу стоит заместитель министра, который нас представлял. Он человек, так сказать, был больной, инвалид войны, хромой. И он меня палкой начал бить за то, что я опаздываю. Быстро иди, все, значит. Я захожу в зал, сажусь, смотрю, значит, за этим столом. Всех я знаю, потому что я их всех видел. Но по правую, нет, по левой руке от меня сидит человек. Я вижу, он не композитор, не пианист, не артист. Чина не знаю. Но правая рука все время была здесь. Вот так он просидел. Я у левой. За что он держался здесь, я не знаю. Но какой-то вид, ну, Чин такой был крутой. Я спрашиваю этого самого замминистра. Я говорю, когда я иду? Он мне под столом палкой опять молчит. Ты идешь в 33-м. Я говорю, как в 33-м? Мне начинает объяснять этот, который слева сидит. Он мне все показал, где кто сидит. Я уже понял, кто какое место в стране занимает. Потому что я-то думал, начальник культуры, это такой начальник. А он... Мы ближе сидели. Значит, все выступавшие делились на тройки. Ну, это традиция еще с 30-х годов. Все по тройкам. Тройка стояла так. Два приветствия. От политических лидеров. И третья. От представителей творческой интеллигенции. Я входил в 11-ю тройку. В моей тройке был первый секретарь Компартии Литвы Гришкевичус. Не, врук первый был Рауль Кастро. Потом был Гришкевичус. И третий был я. Ну, есть ничего невозможно, потому что ничего в горло не лезет. Там шум... Да, сначала просто мертвая тишина. Причем, а я тут только смотрел все время, чем этих кормят. У всех бутылки на столах. А вот эти какие-то сосудики, что-то такое. Я думаю, никто есть ничего не может. Один, второй, третий. В общем, короче говоря, прием этот начался часов в шесть. Я пошел на сцену где-то в половине десятого вечера. По протоколу нельзя было вставать из-за стола. Вот они как сели, ели, пили, слушали эти тосты. А вставать нельзя было. Поэтому, когда... Когда, значит, дошла моя очередь, выяснилось, что ничего более актуального они отобрать не могли. Но я понимал, что такая ситуация, при которой собрать внимание уже невозможно. Огромный зал, дикое количество народу. Да, очень интересно было. Значит, вот так вот здесь президент был, а там наверху на балконе сидел военный оркестр, который должен был, когда все кончится, все должны были петь вечером на рейде. И рядом с вилками и ножами лежал текст. Споемте, друзья, ведь завтра в поход, чтобы все было. Всех предупредили, это есть не надо. Это потом понадобится. Я понимаю, что уже внимание собрать невозможно. И я что делаю? В тот момент, когда пошел Рауль Кастро, да, вот еще что. Значит, этот вот, который сидел слева от меня, он мне показывал, где кто сидит. И вдруг я вижу, сидит человек с маршальской звездой здесь, и он мне так показывает. Мол, я говорю, кто это? Он говорит, это начальник генерального штаба Куликов, маршал. Я ему тогда... И он мне, мол, показывает, мол, ты не дрей, все нормально будет, все хорошо будет. Горло пересохло, и вообще состояние, честно скажу, просто близкое к обморочному. Пошел Рауль Кастро. Я думаю, как же собрать внимание-то, а? А я вижу, что рядом, значит, вот первая тройка столов, посередине сидела семья Брежнева. значит, дочь Чурбанов, значит, дети, значит, Галины Леонидовны. Все. Я, значит, взял и встал так вот около... Около... В тот момент, когда Кастро пошел приветствовать, я так встал, вроде как я следующий. И так вижу, такой гур-гур по залу. Мол, сейчас этот будет выступать. И опять мне маршальский показывает. Отговорил Кастро. А у этих был ведущим, у политических, Суслов. Он был конферансьер. Да-да-да, я не вру. Значит, он был у них конферансьер. А нашу часть вела какая-то женщина, я ее с тех пор не видел. Как сложилась ее жизнь дальнейшая, сказать трудно. Жива ли она? Ну, не знаю как. Суслов встает и после Кастро говорит. Слово предоставляется первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Литвы, этот с маршальской. Я вижу, он меняется в лице. И представляется Гришкевичусу Пятерсу Петровичу. И Куликов на весь зал говорит, нахер он нужен ему. Я вам, в принципе, согласен был с такой постановкой вопроса. Тем не менее, значит, я пошел выступать. Маленькая эстрадка Маленькая эстрадка. Я так разворачиваю микрофон на президиум. Все конечности холодеют от ужаса. И вдруг я вижу, как Брежнев надевает очки, поворачивается к Подгорному и что-то ему говорит. Мало ли, что он мог человеку сказать. А мне показалось, что он спрашивает, кто это? Я судорожно-судорожно начинаю читать эту историю с Арбузом и в зале истерика начинается. Потому что все сидят только про это и думают. Все думают, ну живые же люди, ну что, уже 4 часа приема. Я по ходу дела быстро-быстро еще там подсократил всю эту историю с милиционером. Выкинул, думаю, да, не надо. В чем милицию. Закончил. Закончил, сел. После меня должен был идти еще Сличенко. Смотрю, они вообще про Сличенко забыли. Наш главный цыган Советского Союза стал возмущаться. На что ему Магомаев сказал, говорит, пойди укради у них чего-нибудь. В общем, все кончилось. Все это дело закончилось. Значит, Леонид Ильич достал бумажку, поблагодарил всех за то, что, значит, его пришли поздравлять. и заканчивается все это торжество. И вдруг к нашему столу вместе с такой был тяжельников Евгений Михайлович, первый секретарь СК-комсомолок, и вдруг он с Леонидом Ильичем подходит к нашему столу. Ах ты, Господи, Боже мой. Подходит, всех благодарит, и до меня уже отборчик доходит, я уже ручку так сейчас думаю, дедушка руку будет пожимать. А он вдруг смотрит на меня и говорит, ты знаешь, я так и не понял, получилось у тебя или нет. Ну, я думал, все, конец. Полный конец. Думаю, что сказать? Я говорю, ну, это на вашу фантазию, Леонид Ильич. И он так посмотрел на меня, он вообще-то был очень добрый, где-то посмотрел, засмеялся и сказал, я не знаю, как у тебя, у меня сейчас так получится. И вот, ну, значит, после того, как это все, после того, как все это закончилось, я уже это дело включил, решил включить в репертуар, и вот в концертном зале России, в каком-то концерте, я это дело уже бойко читаю, и вдруг вечером звонит Марина Владимировна Миронова и говорит, Ген, ну, вы знаете, как я к вам отношусь, поэтому я считаю своим долгом, все-таки я намного старше вас, и я вас очень люблю, но я считаю своим долгом вам позвонить и, так сказать, сказать то, что я сегодня слышал. Вы там сегодня в первом отделении выступали, и вы, значит, вот эту вот историю про арбуз рассказывали. Я глубоко возмущена, как вы могли вообще до такого докатиться, это ужас, вот, и я подумал, что после того, как вы посмели со сцены рассказать, как вы наелись арбуза, я главное, и пошли провожать девушку, мне остается только сочинить историю, как я объелась гороха, и что из этого получилось. И очень скоро после этого судьба учащегося кулинарного техникума была предрешена.